У нас уже первые платежи поступили к пенсионерам, к бюджетникам. Такого ажиотажа, такого вот счастья я давно не видела в лицах жителей гагаузской автономии. Весной этого года глава Гагаузии Евгения Гуцул подписала соглашение с российским банком Промсвязьбанк об открытии карт МИР жителям Гагаузии. На эти карты, с ее слов, партнеры из России будут переводить деньги бюджетникам и пенсионерам из Гагаузии. Но при чем здесь мы? Ведь наша тема – это Приднестровский регион. Как оказалось, один из способов получать эти деньги – это выводить их через банки в Террасполе. И мы это доказали. Это Ангелина Кирчу, зона десекуритати, и мы начинаем. Соглашение подписано. Еще в апреле глава управления юстиции Гагаузии заявил, что власти Гагаузии не имеют полномочий для подписания международных договоров. А бывший судья Конституционного суда Александр Тенаси написал, что этими картами можно только под ногтями ковыряться или использовать вместо медиатора во время игры на гитаре. Но давайте по порядку. Пенсионеры и бюджетники из Гагаузии заполняли специальные заявления для получения помощи от некой организации Евразия. Нам прислали этот документ, в котором требовалось указать паспортные данные, в том числе и ДНО. А пенсионеры еще должны были принести пенсионную книжку с информацией о стаже работы. Как нам сообщили наши источники, пенсионеры заполняли заявление в офисах команды ШОР, а в случае с бюджетниками в некоторых населенных пунктах заявление передавали через директоров школ и примаров. Позже на указанный в заявлении номер телефона пришел код и пароль, с помощью которых люди заходили в свои учетные записи в промсвязь банки. Интересно, что в согласии на обработку персональных данных подписавшиеся подтверждают, что их уведомили о том, что Российская Федерация не находится в списке стран, центра по защите персональных данных, обеспечивающих адекватный уровень защиты персональных данных. То есть Россия не гарантирует конфиденциальность личных данных жителей Гагаузии. Получается, что у России есть данные гагаузских пенсионеров и бюджетников, а еще, если углубляться, есть данные и бюджетников пенсионеров из Приднестровского региона, потому что они получают оттуда надбавки и выплаты. Промсвязь банк с 2018 года это российский государственный банк. Как сообщает Forbes Россия, с конца 2019 года Промсвязь банк официально является опорным банком оборонно-промышленного комплекса России. А что известно об организации, которая уже переводит деньги жителям Гагаузии? Согласно выписке из Единого госреестра Юрлис России, компания была создана 4 апреля 2024 года, то есть за несколько дней до подписания соглашения ГУЦУ. Согласно карте, по адресу, где зарегистрирована организация, находится жилой комплекс «Ласточкино гнездо». Там же квартиры владеет семья генерала ФСБ Михаила Щекина, руководящего службой обеспечения деятельности ФСБ и отвечающего за закупки, сообщает инсайдер. У организации нет сайта, номера телефона или адреса электронной почты, а учредителем и директором является Нелли Порутенко. В прошлом году портал «Антикоррупция» писал, что она одна из приближенных беглого олигарха Илона Шора. 16 июля прошлого года она улетела из Молдовы в Тель-Авив. Она была казначеем партии Шор на местных выборах 2019 года и на парламентских выборах 2021 года. Также она баллотировалась в депутаты в 2019 году. А теперь поговорим о том, при чем здесь Приднестровский регион. На территории подконтрольно-кишиневским властям действительно не работают карты платежной системы МИР. Но есть одно но, и это Приднестровский регион, который не контролируется Кишиневом. Платежная система МИР – это российская национальная платежная система, которая была основана в 2015 году после аннексии Крыма. С 2018 года на карты МИР начали переводить платежи бюджетникам, однако все часто переводили зарплаты на более удобные визы или мастер-карт. Но после начала войны в Украине платежные системы Visa и MasterCard перестали работать с российскими банками, а США ввели санкции против оператора платежной системы МИР. По состоянию на 2023 год платежными картами МИР невозможно воспользоваться в Европе и оплачивать покупки в западных онлайн-магазинах. Карты принимаются к оплате в небольшом списке стран, например, в Беларуси, Лаосе или на Кубе. А еще карты МИР можно использовать в Приднестровском регионе. Изначально об этом заявила сама башкан Гагаузи Евгения Гуцу. В апреле после подписания соглашений она опубликовала пост, в котором объяснила, как использовать или снимать деньги с карт МИР. Один из пунктов – снять средства или оплатить покупки в Приднестровском регионе. На левом берегу есть рестнанных банка – Сбербанк, Экзимбанк и Агропромбанк. Сбербанк – это так называемый государственный банк региона, и у них нельзя открыть карту МИР. Мы написали в поддержку на сайте, где нам сообщили, что международные карты они не открывают. А вот в Экзимбанке и Агропромбанке можно создать виртуальную карту МИР. Агропромбанк принадлежит холдингу «Шериф». В 2015 году на сайте Агропромбанка была информация о том, что учредителем банка является шерифовский завод «Квинт». Банк также указан в партнерах компании «Шериф». Как работает виртуальная карта МИР, рассказали, естественно, на шерифовском телеканале ТСВ. С пластиковой картой МИР в Приднестровье уже давно знакомы. Она есть у пенсионеров, которые получают пенсию в России, у военных и туристов. А вот виртуальный МИР у нас пока новинка. Открыть эту карту можно в приложении банка. Ею можно оплатить какие-то товары или услуги в России. В любой момент в интернет-банке или приложении можно вывести деньги на свой текущий счет в российских рублях. Дело в том, что это не совсем карта МИР от Агропромбанка. Открывая карту МИР в Агропромбанке, вы на самом деле открываете карту в российском банке, с которым сотрудничает Агропромбанк. При этом все операции с этой карты вы можете осуществлять в приложении Агропромбанка, в том числе перевести деньги на другой свой счет. То есть, если вы получаете деньги на виртуальную карту МИР, то можете легко в приложении Агропромбанка перевести эти деньги на другую свою карту в регионе, а потом и снять их. К нам на условиях анонимности обратился читатель, у которого есть родственники в Гагаузии и знакомый в Приднестровском регионе. Он рассказал и показал, как выводил деньги обещанный Гуцул. Отметим, что мы можем показать только часть скриншотов и видео, чтобы сохранить анонимность наших источников. С российского банка перевели на тираспольскую карточку МИР и знакомые сняли деньги и привезли нам. Эксперт в безопасности и экс-вице-премьер по реинтеграции Александр Фленьке считает, что наличие неподконтрольных Кишиневых финансовых структур на Левом берегу является угрозой для финансовой безопасности Молдовы. Наличие абсолютно нетранспарентных и неподконтрольных Национальному банку и неподконтрольных Международным финансовым институтам и неподконтрольным владельцам международных платежных систем каналов перевода денег, безусловно, является угрозой для финансово-банковского сектора и для финансовой безопасности Республики Молдова. Фленьке отметил, что существует напряженность в отношениях между Кишиневым и Камрадом, а переводы денег через карты МИР – это лишь один из инструментов Москвы. Собственно, как карты МИР и прочие-прочие – это инструменты, которые используются в рамках уже существующих внутриполитических противоречий Республики Молдова, которыми, безусловно, не могла не воспользоваться Москва, она и пользуется этим. Экономический эксперт, который наблюдает за Приднестровским регионом уже много лет, Вячеслав Ионица, считает, что эти переводы существенно не отразятся на экономике Молдовы. Учителя хорошие для пенсионеров – это большие деньги, реально, да, то есть 2000 лет для пенсионеров – это очень сильное подспорье, ну, очень сильное. Но в ходе этого расследования мы обнаружили еще кое-что более интересное. В конце августа прошлого года шерифовский агропромбанк сообщил, что через приложение банка теперь можно переводить деньги на карты молдавских банков. Как оказалось, такая же опция есть и у Сбербанка, который даже выпустил видеоинструкцию, как это сделать. Мы обратились в Национальный банк за комментарием по этому поводу. Нам ответили, что никакие финансовые операции не могут осуществляться напрямую между банками Молдовы и так называемыми банковскими организациями в Приднестровском регионе. Но физические и юридические лица с левого берега могут переводить молдавский лей через терраспольский расчет на кассовый центр. Получается, что физические лица все-таки могут переводить деньги на счета в молдавских банках. Исходя из этого ответа, можно сделать вывод, что операции не проходят напрямую через Приднестровские банки, но деньги можно перевести через этот расчет на кассовый центр. То есть, Приднестровские банки могут передавать туда платежные поручения и так осуществляется перевод. При этом, ответы национального банка нам пришлось ждать больше месяца. Вначале мы отправили два запроса с разницей в один день. На первый запрос нам ответили, а вот запрос о переводах из финансовых учреждений Левобережья в молдавские банки пропустили. Мы повторно отправили запрос 22 апреля. После майских праздников мы начали регулярно звонить в нацбанк и спрашивать, когда получим ответ. Нам отвечали, что запрос готов, но требуется согласование каких-то деталей. И ответ обещали отправить со дня на день. Пока мы ждали, мы отправили еще один запрос на информацию, уже третий. В итоге, к 20 мая нам ответили на последний запрос, но все еще не ответили про переводы денег на карты молдавских банков. Ответ в итоге мы получили только в день записи передачи. После того, как по несколько раз в день звонили в пресс-службу банка. Нам рассказывали о занятости сотрудников, которых нельзя вырывать в заседании из-за запросов. Но проблема в том, что запрос лежал в нацбанке больше месяца. А закон устанавливает срок, в течение которого госучреждения должны отвечать на запросы журналистов. По новому закону, который утвердил парламент в прошлом году, поставщикам будет выделено 10 календарных дней для предоставления информации и возможность продлить этот срок на 7 календарных дней. Отсюда возникает ощущение, что национальному банку есть что скрывать. Поэтому мы решили проверить эту схему с переводом денег из региона на молдавские карты. Для этого мы попросили наших источников с обоих берегов Днестра провести эту операцию. И у нас получилось. То есть переводить деньги из финансовых учреждений региона в банки Молдовы все-таки можно, хотя нацбанк утверждает, что нет. Получается, что у Москвы появился еще один рычаг для дестабилизации ситуации в Молдове через неподконтрольный национальным властям Приднестровский регион. Так, нам удалось доказать, что деньги из России могут поступать жителям Гагаузи через Левый берег. Зрители из Гагаузи и Приднестровского региона, если у вас уже был опыт с выводом денег от российской организации через финансовое учреждение Левобережье или переводом на молдавскую карту через приложение, расскажите нам об этом. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео, а поддержать нас и нашу работу можно, задонатив нам на Patreon. Спасибо и до встречи. Продолжение следует...